привет сегодня мы пойдем снимать про один из островов стокгольма я выхожу из электрички поднимаясь по эскалатору как всегда рассматриваю людей пара людей остановили меня потому что им нужна была помощь видно у меня на лбу написано что я разбираюсь куда им идти поднимаемся уже совсем высоко проходим мимо пекарни viette katten это их маленькая точка и выходим на вас агатон центральному вокзалу смотрим какое у нас красивое небо и вот он наш центральный вокзал от него и пойдем пешком что идем идем записывать видео про стрёмсбори помните я начинала эту серию с 14 видео я сказала что вот давайте в стокгольме 14 островов и давайте же про каждый я сделаю видео какие-то из этих островов это полноценные районы как кунгсхольмен или все дамальм другие это просто одно здание как тот остров на который мы идем я иду около вокзала немножко так оборачиваюсь чтобы меня ну не сбила даже не меня жалко вас видишь не выйдет в общем мы идем на самый маленький остров стокгольма и видео думаю будет не совсем длинная потому что там реально одно только здание и не так и много в общем-то о нем можно рассказывать даже мне вот мы пришли почти очень сложный сегодня свет утром был просто туман потом полностью солнце вышло но очень сложный свет как вы видите смотрите за моей спиной вот это здание сейчас мы пройдем вот так вот по мосту туда и пройдем поближе это самый маленький остров стокгольме на нем только одно здание как я уже сказал называется он стрёмсбори история этого острова совсем не длинная хоть и интересная наверное вы сейчас все смотрите на молодого человека с кока-колой как он романтично сидит у воды я обожаю сама так делать но я все-таки вам расскажу немножечко историю этого острова сам остров чуть чуть больше чем здание и основная часть острова она вообще насыпная то есть оригинальный остров он совсем маленький и в 17 веке то есть 400 лет назад еще даже 350 это был просто считайте камень выдающийся из воды прямо в центре прям недалеко от вот там это королевский дворец кафедральный собор старый город то есть совсем рядышком здесь вы просто камень вдающийся из воды и камень назывался стен стен это камень это шьера или каменистый остров я не знаю это шьера это скандинавского хар как у нас архипелаг где много шьер да называется хар годан то есть как бы сад шьер и так этот остров был просто маленький каменистый даже не остров камень туда даже моста не было стокгольмцы просто кое-как переплывали чтобы искупаться полежать на этих скалах позагорать позже там какой-то ресторан уже был то есть более как-то культурно все было и сюда можно было приплывать уже на более официальных лодках которыми заведовали рудар мадам с любого острова другого в стокгольме можно было приплыть сюда на стрём сборе да и на любой другой остров на этих лодках лодки были с веслами на веслах обычно работали очень такие впечатляющие женщины их называли значит трудар мадам женщины грибцы обычно это были женщины у которых например либо мужья были ранены во время войны и они не могли работать либо вдовы то есть женщины когда обеспечивали семью пусть работа не самая легкая естественно и далеко не всех брали таким мозолистые руки представляете так говорят что они так ругались когда гребли то есть прям матерились что за те копеечки что ты им платишь ты еще можешь пополнить свой словарный запас они несколько сотен лет из стокгольме плавали еще в начале прошлого века они были сегодня конечно уже нету и пожилое поколение все еще когда слышит кто-то сильно грубо знаете вот такой базар у человека разговаривает грубо то можно ему сказать что чуть разговариваешь как девушка на веслах рудар мадам еще говорят но это уже слухи что за отдельную копеечку эти девушки знаете выпустив остальных пассажиров могли с вами заехать с какой-нибудь бухточкой предоставить услуги другого характера вот у нас центральный вокзал ратуша и вот он наш стрёмсбори вот он маленький островок и так мы прошли вот по этому мосту и отошли в моем маленький ответвляющийся основного васа брюна ставят сюда который ведет только на этот остров это не первое здание на этом острове первое здание было построено в конце 17 века предпринимателем по фамилии стрём возможно фамилия стрём не самая популярная была бы на русскоговорящем пространстве но по-шведски стрём это пролив вот это пролив между озером мэлорен и балтикой здесь под этими мостами под следующим мостом здесь норстрём северный пролив к северу то есть от старого города или просто стоп он стрём это здесь ловит лосось и форель помните вам показывал в одном из предыдущих видео то есть это основной пролив вы пролив что называется да поэтому совпало так что этот стрём по фамилии проливной да он выкупает этот каменистый остров строит на нем дом больше похоже на крепость сожалению хороших изображений этого здания не осталось но поэтому этот остров начали называть стрём сборе стрём его фамилия бори крепость ну и многие думают кстати что стрём спорю называть стрём спор потому что раньше здесь была какая-то крепость и потому что в проливе на самом деле нет потому что себе этот стрём построил дом похоже на крепость помните я здесь вам записывала видео про страхи после того дома господина стрёма этот остров уже в девятнадцатом веке выкупил издатель и построил себе дом для семьи четырехэтажный сегодня он трехэтажный тридцатый год был перестроен в трехэтажный свежие цветочки когда я записывала видео еще несколько недель назад другие были дверь какая красивая какое же это красивое место сейчас и сегодня здесь располагается идея International Institute for Democracy and Electoral Assistance организация от Евросоюза которая распространяет ценности демократии во всем мире и помогает демократических выборах посмотрите какое местоположение большую часть двадцатого века этот остров был развлекательным пунктом в Стокгольме здесь было несколько ресторанов танцпол самый наверное известный 70-е годы galaxy то есть галактика кстати помните я работала в этом здании да и на трех этажах все еще есть танцпол это история этого здания его нельзя убирать то есть где кухня у нас была это был старый танцпол там пол вообще каменный в этом доме а там где танцпол там прям танцпол и видно даже как сигарету тушили и вот так вот прижигали да на лакированном паркете говорят что звук от этих дискотек разносился по воде по всему Стокгольму когда я здесь работала здесь находился секретариат государств Балтийского моря CBSS the council of the Baltic Sea State и секретариат находился именно здесь на нижнем этаже сейчас покажу мое старое окно надеюсь там сейчас никто не работает прямо сейчас во время короны потому что это окно зеркальное когда я там работала туристы когда еще были туристы да это 10 лет назад было они подходили к нашему окну и давай помаду мазать причесываться а нас не видно что мы в зеркаль ну зеркальное окно и мы иногда там так вот когда близко подходишь как на тебя видно снаружи они очень пугались кстати когда я получила эту работу сначала это была практика я писала об этом инстаграм как я в Лунд приехала учиться и как вот я искала практику и нашла здесь потом значит работу когда мне позвонили и сказали что да у тебя будет оплачиваемая практика я понимаю что это будет на том самом острове вот этом уникальном волшебном я так хотела жить в Стокгольме я так целевостремленно сюда шла и эти ребята хотят именно меня но я очень много подавала кому сразу скажу и именно эти ребята на этом острове я если пыталась представить что я буду ланчевать на этом острове с видом на там центральный вокзал или на город это невероятно это было одной из самых сильных сбыч мечт в моей жизни давайте обойдем остров вокруг я вам расскажу немножко еще о том что с чем этот остров ассоциировался и кстати что у нас здесь на ремонте это руссенбад руссенбад или ванна из роз это на самом деле дом правительства швеции поэтому когда в швеции говорят руссенбад на связи это как по-русски белый дом на связи а вот и мое окно ребят вот уж не знаю есть там кто или нет там какая-то у них фотостудия кто-то там был внутри только не в моих окнах здесь когда мы работали здесь это была наша терраса в смысле любой мог сюда зайти это общественное пространство но когда у нас были какие-то ресепшены с винишком и без винишка вот эти двери открывались эту террасу использовал именно cbss но сейчас cbss выехал другое место и идеи распространились на все три этажа смотрите нет никакого сообщения между этим мостом и листам пробка сейчас он же железнодорожный мост кстати нет вообще между ними соприкосновения между этим островом и мостом прям в центре города шум и одновременно такой какой-то спокойный уют вода так рядом постоянно кстати проплывают байдар очки летом зимой часто это замерзает и тогда такие конькобежцы выходят сюда и последнее что я хочу рассказать это то что раньше стокгольме а точнее с 1880 по 1930-е годы было так называемая стрём бадать то есть стрёмская бассейн стрёмские купальни они были по ту сторону моста деревянная конструкция которая была в воде там было пять бассейнов а вода в которой ты купаешься это обычная вода сегодня и в помине ничего такого нет у нас самый большой бассейн для мужчин поменьше для женщин детей там обучающий бассейн более мелкая но там как-то они сделали вот какая схема этого всего было там было кафе возможность гимнастики мальчики девочки и вместе общих раздевалок не было были вот такие вот маленькие комнатки заходишь переодеваешься если ты рабочий данном на заводе где ты мог просто прийти окунуться за очень маленькую копеечку вечером после работы там на часов и совсем другая цена если ты хочешь с душем и днем такие башенки прям были да вот к нео-ренессанс и очень подходило это все под такие же купальни во всяких там прайтонах английских до приморские английские города в них были похожие сооружения а в 1930 общество поменялось у нас уже конструктивизм функционализм вошел в моду и вот эти вот башенки и финтифлюшки уже просто такая старость что смотреть на это нельзя думали играли с мыслью сделать что-то простое в стиле функционализма плоский какой-нибудь бассейн то есть здание самом плоское чтобы не загораживало вид на ратушу но в результате ничего так и не сделали и у нас нету вот такого бассейна в открытой воде я имею ввиду купаться можно стокгольме может не прямо здесь но в центре города есть пляжи но так чтобы были и бассейны и мелкое дно и обучение и душ и ну то есть не просто палка на пляже а имеется ввиду что можно переодеться и все такого нет он такой есть купенгагене такой есть хельсинки такой есть в осло поэтому вот сейчас уже приняли решение что будут строить стокгольме нечто похожее и одновременно на скандинавских соседей и одновременно на то что у нас было раньше не по архитектурному стилю а больше по функции которая нанесла в городе вот плюс знаете почему еще закрыли в 30-е годы потому что вода была ужасно грязная вода в конце 19 века начале 20-го была ужасная сюда примерно к этим же бассейном купальном свозили отходы как бы вот всего центра и часть кунгсхольмена люди купались только в 20-е годы начали все чистить туда 30-х еще все было очень даже грязно а сегодня сегодня вода очень чистая поэтому я очень надеюсь что нам построить бассейн и вроде вот уже решение принято пару лет и чики-поки надеюсь я описала этот остров с одним зданием здесь свободно можно гулять приходите пикникуйте на этой террасе на траве это общественное пространство никаких ограничений главное не заглядывайте в окна то вас могут напугать всем пока а